Сегодня состоялся конкурс по выбору главы Бердска. Шесть кандидатов на эту должность прошли тестирование на знания основ российского законодательства и представили программу развития города. Конкурс прошел без участия представителей СМИ. Итоги рассказал председатель конкурсной комиссии, заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов. Напомним, что документы на конкурс подали шестеро человек Александр Трушакин, Наталья Пшеничная, Николай Иковченко, Алексей Колотий, Роман Бурдин и Михаил Блынский. Сегодня претенденты на пост главы Бердска написали тест на знания законодательства нормативно-правовых актов и устава Бердска, а также представили комиссии своей программы развития города. По итогам проведенного собеседования по программам, конкурсная комиссия признала победителями в конкурсе Бурдина Романа Валерьевича, Яковченко Николая Александровича и Колотия Алексея Ивановича. И на основании решения комиссии мы допустили их для дальнейшего решения Советом депутатов города Бердска. Все они готовились достаточно хорошо, кандидаты были активны, явно показали знания и бюджета города, и положение в городе, и программы достаточно интересные были в своем победителе. Работа комиссии прошла успешно, спокойно, выверенно, кандидаты готовились, и очень приятно было, что люди все-таки погружались, кандидаты погружались в проблемы города, в проблемы жителей города Бердска. Для нас это, конечно, очень важно. Все знают город, все знают проблематику, потому что на самом деле практически все кандидаты обращались к результатам социально-экономического развития города. На основании его выносились новые предложения. Также много было инновационных предложений в плане управления городом. Поэтому на основании этого были поставлены оценки мной и членами комиссии выведен балл, и по комиссии определены три победителя из шести. Роман Бурдин, замминистра региональной политики Новосибирской области, набрал 65,3 балла. Николай Ковченко, заместитель гендиректора управляющей компании «Маяк», 45,1 балла. Алексей Колотий, заместитель главы Искитимского района, 49 из максимальных 70 баллов. В этот четверг, 23 марта, трем кандидатам предстоит выступить перед Советом депутатов на сессии. Тогда же народные избранники путем голосования выберут нового главу Бердска.